Здравствуйте, друзья! У нас с вами такое интервидение, у нас международный разговор. И на канале гость живет в Германии, я правильно понял? Да, да, в Германии. Вы сейчас в Германии, в городе? Манхайм, или Мангейм по-русски. Хорошо, Манхайм, хорошо. Значит, откуда вы сами, что там делаете, расскажите. И как зовут тоже, неплохо. Да, значит, меня Глеб зовут, я родом из Новосибирска, мне 24 года, я здесь учусь в Германии. Поступил на высшее образование. Ну, в России, в Новосибирске я до 19 лет жил, там школу закончил, даже успел один семестр проучиться в университете. И сюда приехал в 19 лет, собственно говоря, со своими двумя друзьями. Ну и здесь мы учимся. Так денег стоит? Это как бы удовольствие для богатеньких или для всех, кто не поленился, допустим, оторвать одно место? Не-не-не, это вообще бесплатно для всех. То есть, тут интересная история такая, что в Германии абсолютно для всех бесплатное образование, даже без каких-либо условий. То есть, даже нас спросили, когда вы домой вернетесь, когда мы на визу подавали. То есть, ну, никаких вообще условий нет, просто для всех бесплатное образование. Так, подождите, но ведь кроме образования есть расход, например, нужно где-то жить, нужно питаться. Вот, допустим, общежитие, столовка, это тоже включено? Не-не-не, это, конечно, надо с собой деньги брать, да. То есть, за проживание нужно деньги иметь. Ну, давайте так, вот с точки зрения бюджетного. Если человек там решил получить образование в Германии, само образование бесплатное, но сколько нужно иметь денег, допустим, ну, на месяц или там на год, чтобы функционировать, как бы, вот с точки зрения где-то жить, что-то кушать, там, может быть, одеть на себя что-то, на транспорт. Да, ну, зависит, конечно, от человека. Я думаю, у большинства получится где-то между 500 и 600 евро на человека вот так вот. В принципе, можно прожить спокойно. То есть, ну, немного, вы, да, вы можете удивитесь, что в Америке, особенно в Силиконовой долине, цены кусаются. Повыше, да. Да, конечно. А тут в Германии даже есть официальная такая цифра, я не помню, какая она была точно, ну, что-то около 800-750 евро в месяц человек должен иметь, чтобы получить визу. То есть, нужно открывать счет, что сюда ехать, и он должен быть там закрытым, то есть, какую-то определенную часть денег можно снимать только в месяц, вот. И это та сумма денег, которая рассчитана немецким государством, чтобы человек прожил. Ну, в принципе, даже 750 не нужно евро. Это, конечно, зависит от города. Вот, допустим, есть города, которые очень дешевые. Я могу потом, ну, вот это все рассказать, как у нас там путь проходил в Германии. В общем, первый год я и мои друзья, мы были в Восточной Германии. Там мы вообще обходились с 500 еврами, потому что, ну, я платил, например, 170 евро за свою комнату в общежитии. Ну, очень дешево было. А вот такой вопрос. Если сравнивать отношение к иностранцам, особенно вот русскоязычным иностранцам, в Восточной Германии и в Западной, я так понял, что вы сейчас в Западной, да? Да, да, да. Так вот, как вот с этим? Есть вообще какой-то негатив? Я бы сказал, вот вы часто тоже на своем канале говорите, что в Америке иностранцы, они воспринимаются как обогащение. У меня у самого жена американка, поэтому я как бы с этой ситуацией знаком, то что, ну, в Америке, в принципе, допустим, страна такая иммигрантов, то есть там все это очень органично вписывается в жизнь страны, когда люди приезжают новые. А здесь все-таки есть, да, какие-то, ну, прям вот не сказать, чтобы предрассудки какие-то на каждом шагу встречались, или что людей там, не знаю, не знаю, что какой-то прям такой бытовой национализм, что ли, есть постоянный, который замечается. Ну, мне кажется, все равно люди относятся как-то с настороженностью, наверное. Не все, конечно, есть, в зависимости тоже от образования, я бы так сказал. Я начал думать, что же такое про обогащение. Я сказал, что люди – богатство страны. Да, наверное. Да, но я думаю, что и в Германии бы они не возражали просто существенно, откуда люди. Скажем, если бы они из Голландии приезжали, никто бы, наверное, не переживал сильно. Ну, да, да. А если есть страны, с которой периодически воюешь, то думаешь, черт все знает. Ну, хорошо, ладно, так давайте про жену-американку, давайте. Это откуда взялась девушка? О, так я думаю, у меня тут даже заготовка есть. Думал пройтись вот по самым основным пунктам, но я, может быть, знаете, хронологической такой последовательности расскажу, как все получилось. Может быть, я еще подумал, какие люди могут интересоваться всем этим. Германии, у вас же канал все-таки... Ну, многие люди интересуются иммигрантами. Да, иммиграции, да. Да, иммиграции. И, возможно, многие даже знают, что в Германии есть какой-то такой путь бесплатного обучения, или что вообще можно как-то в Германию попасть. Вот я поэтому думал, может быть, пройтись вот по этим пунктам. Ну, вот... Давайте на жену, а потом по пунктам пойдем, раз уже упомянули, что же мы теперь... Ладно, давайте. Значит, приехали мы в Германию, первый год это у нас был. Поскольку мы из России, у нас там 11 лет всего лишь образования в школе было. Вот. И нам надо было курс такой делать, штудинг коллег назывался. И там я учился год, мне надо было сдавать какие-то экзамены постоянно, но было довольно-таки легко учиться. И я сейчас зашел просто со стороны, ну, к жене я сейчас приду, в общем. Ну, я взял тогда курсы разные, дополнительные, в том числе подался на языковой тандем, называется это. Значит, у нас на сайте университета, от которого на школе был образован этот... Ну, как школа, не знаю, старший класс. Вот. Там можно было подавать заявление, что я хочу учить какой-то язык, и в обмен я могу дать вот такие языки. Я мог дать русский и немецкий, хотел в обмен английский. Вот. Значит, у меня было два тандемера, не знаю, как этих людей назвать. В общем, людей, с которыми... Нормально, да, партнеры. Да, партнеры. Первый был китаец, потом еще одна американка, потом моя Бетти появилась, и вот как бы... Так это все онлайн было или живьем на месте? Нет, это люди, которые жили с нами в городе, учились с нами в университете. Просто, ну, в Германии много иностранцев. Я понял, то есть фактически на кампусе все. Да, 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 да. И вот, и значит, на сайте университета вот эти можно посмотреть объявления, кто что предлагает, и вот так меня моя жена нашла. А вот Бетти, она чего из Америки вдруг в Германию поехала учиться? У нее какие-то корни немецкие, или она хотела стать филологом немецкого языка? То есть вдруг как она туда? А, да, вот тут в две точки попали. В общем, у нее корни немецкие, да, есть у нее отец из Западной Германии, тогда в США эмигрировал. А сама она учится на истории искусств. И у нее был такой обменный семестр, не семестр, а как это называется, даже, research year. Это исследовательский год. И она была вот в этом университете, где я тоже находился. Она туда прилетела работать с одним профессором. Вот, и как бы, да, так вот мы и познакомились. То есть фактически подойдите. Ну, хорошо, вот она отучится. И вы тогда вместе в Америку поедете, или дальше-то что будет? Вот, так это... С точки зрения, ну, общая идея. Я не хочу так в подробности туда уходить. Но как вы видите будущее? Да, ну, я... Мы решили, да, в Америку ехать. Это сто процентов, да. Хорошо, хорошо. Ну что же, ладно, так, общую дислокацию мы поняли. Давайте теперь вот что. Значит, переходим в практическую плоскость. Потому что... Вот вопрос, как это сделать, это самый главный вопрос. Потому что я думаю, что многие бы с удовольствием поехали куда-то учиться. Тем более, если денег не берут. И там все такое. Я слышал во Франции тоже вроде бесплатно. Какие-то были ребята у нас, вот, что-то рассказывали на эту тему. Но один только вопрос я хочу. Прежде чем мы займемся вопросом, как это делается, я хочу понять, что потом. Ну, у вас, допустим, решилось это вот, что потом, таким интересным образом, что вы можете поехать в США и там дальше как-то жить. А вот человек, допустим, ваши два друга из Новосибирска, которые, может быть, у них нет жены американки. Они-то чего будут дальше делать? То есть есть какая-то возможность, например, получить работу, получить какую-то, ну, эквивалент какой-то грин-карты европейские или конкретно немецкие. И легализоваться в итоге, натурализоваться. И вот какой путь вот этот? Да, вы, наверное, сейчас смеяться будете, но тут вообще очень такие законы легкие, я бы сказал. Хорошо, хорошо. Идущие навстречу тем, кто учится здесь. Значит, если человек учится на инженерной специальности или связанной вот с физико-математическим уклоном, то человеку выдается полтора года на поиски работы. Полтора года. То есть, я не знаю, ну... То есть он может находиться в стране в течение полутора лет, как бы и виза продлевается, да, на полтора года или что? Там выдается новая виза, по-моему, даже. Ну, хорошо. У него есть виза, у него есть право находиться в стране. Он говорит, ты что тут делаешь, как-то работу ищу. Хорошо. Нашел работу, дальше что? Ну, и в целом человек остается на подобии грин-карты. Это блу-карт называется, это как синяя карта. Так. По ней, в отличие от H1B, например, человек, у которого есть такая блу-карта, его супруг может, например, работать. Вот. И... Ну, в целом человек работает здесь, и в какой-то момент он может обратиться на гражданство. Да. Я просто вот в эти тонкости уже не залезал. Не вникал. Хорошо. Ну, ладно. Ладно. Хорошо. То есть, фактически, если человек живет и работает, то у него есть какой-то срок, который должен пройти, и он может реально там сказать, а теперь хочу гражданство. Да, да, да. Ну, ладно. Хорошо. И даже люди, я вот сейчас упомянул, инженеров, но также и для других специальностей есть год. То есть, не полтора, а, по-моему, год даются людям искать работу. Ну, там, кто учится на социолога, например. Например, Германия выставила такие рамки людям, вот, допустим, если он на инженера отучился, у него стартовая зарплата может быть ниже, и поэтому можно найти легче работу. Вот знаете, как вы... А вот с точки зрения рынка труда, то есть, там инженеров не хватает, почему они так делают? Или, допустим, это добавляет конкуренции на местном рынке, а там люди и так, в общем, с трудом ищут. Вот у немцев нет проблемы с работой? Тут разделяется население на два лагеря. Многие говорят, что у нас на самом деле никакой проблемы нету, зачем нам это все? И, мол, еще иностранцы нам сюда приезжают, нашу работу крадут. Но на самом деле мне это видится совсем по-другому, и особенно, если учитывать опыт моих сокурсников, которые сейчас устраиваются на работу, тут работа есть, и людей не хватает. И это даже можно проследить по демографической линии Германии, как развивается страна в этом направлении. Допустим, в США примерно то же самое, был baby boom, какие 50-е, 60-е годы, много этих людей сейчас пойдут на пенсию. И в Германии особенно очень плохо все обстоит с детьми, то есть, нету поколения, которое сейчас придет заменить людей, которые на данный момент работают. Поэтому все-таки работы, я бы сказал, очень много, и сейчас фирмы уже начинают нервничать. Они уже давно начали нервничать, на самом деле, по поводу того, где найти человека. Просто если этот процесс какую-то черту пересечет, то Германия будет иметь больше работоспособного населения, просто она будет меньше Германии. Как, собственно, любая мононациональная страна, она так набирается. В США сейчас вот мы достигли уровня, вернулись снова на уровень там столетней давности, когда в стране было среди населения, что-то, я боюсь соврать, там, ну, грубо, там, 20% рожденных за пределами страны. То есть, как бы иммиграция, да, значительно, потом был спад в иммиграции, так ее скинули специально, а сейчас как бы снова набралось. Вот мы сейчас вышли снова на тот уровень, который был сто лет назад, но здесь проще в том смысле, что она и была как бы страной иммигрантов. Другое дело, что демография немножко меняется. То есть, если раньше они были из Италии, Польши, там, Ирландии и Германии, то сейчас они больше, существенно больше, значит, из Латинской Америки, такие испаноязычные католики и так далее. Тоже вот, видите, вот эта волна шовинизма такого, потому что как бы не наш народ едет. Ой, да вы не представите себе в Германии тоже такие вещи творятся. Вот, значит, тут есть такая партия, тоже очень правая, и они уже по недавним подсчетам, они стоят на втором месте. Это AFD или кто там? Да, 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 они сейчас побили даже социал-демократов, вот, и, ну, не очень впечатляющие. Так и в Швеции то же самое. Видите, на вопросах иммиграции поменялось, кто правит страной. То есть, видимо, волна недовольства снизу очень существенная. Ну, хорошо, а чувствуется вот в Германии, вот в атмосфере, как бы в разговорах, там, ну, вообще так, вот в этой стране чувствуется вот какое-то отторжение вот этой иммиграционной политики, беженцы какие-то там, афганцы, сирийцы, вот это есть? Ну, вообще могу сказать, да. Тут надо отметить, что все-таки немцы, они, у них разделилось в этом плане такое отношение. Если, допустим, человек из Ближнего Востока или из Турции, я вот даже читал разные исследования, допустим, им сложнее найти квартиру. Даже до такого доходит, то, что тут, когда подаешь на квартиру, нужно и фотографию иногда присылать, и говорить о своей национальности и так далее. Сума сойти, так. В Америке такого нету. Да, 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 вот это что самое интересное. И тут все-таки зависит от того, откуда человек приехал, но вообще в целом, как бы страна же, она испокон веков такая была, наверное. Наверное, тут кроме немцев, ну, по сути, никто не жил. Тут, конечно, были какие-то войны, пробегали люди, там было большое еврейское население, было большое население, я не знаю, допустим, сорбы в Саксонии, это славяно-язычное тоже такое население. То есть, ну, были какие-то, были какие-то группы людей, которые здесь тоже жили, но все-таки немцы всегда были доминирующие. Мне кажется, это вот для всей Европы можно отметить, что моноэтнические такие, значит, страны, и все-таки им, наверное, сложно переварить вот это все, что касается иммиграции. Конечно, у них другого выбора. Они в свое время, на самом деле, совершенно легко переварили многомиллионную иммиграцию из послереволюционной России. И Германия, и Франция, там были миллионы, миллионы, то есть не сотни тысяч, были миллионы людей, которые приехали из России, от коммунистов удрали. И они совершенно спокойно переварились там и в немцев, и во французов. И, в общем, как-то это не было какой-то такой большой проблемой. То есть, может быть, было, мы не жили в то время, может быть, и было, но, во всяком случае, сегодня этого нет. Сегодня они как бы уже все, как бы и немцы, получается, что они уже и немцы тоже. Ну, вот Набоков жил в Берлине, но все равно потом перебрался в Америку. Ну, не знаю, насколько они там все остались. А вот во Франции был премьер-министр такой, Береговоа. А Береговоа, если его прочесть по-русски, а не по-французски, так и будет Береговой. То есть, вот из белой мигрантской иммиграции человек, то есть, буквально там во втором поколении. Ну, хорошо, ладно, давайте идем на вопрос, как. Человек говорит, а я тоже вот хочу, как Глеб. Какой первый шаг? Может быть, там несколько шагов. Да, ох, значит, ну я тут приготовил целую методичку. Стоп, 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 раз про методичку, давайте еще такой вопрос. А у вас есть что-нибудь, где методичка висит? Веб-страничка, в Фейсбуке что-то, я не знаю, в Ютубе? Я тут набросал, знаете, на самом деле сейчас довольно много информации по этому поводу. Я все-таки ориентирована на тех, кто вообще не в курсе, чтобы размерить миф о том, что учиться в Европе дорого или что это сложно. Вот, и как вообще попасть в ФРГ? Вот, само обучение, да? А я вот только еще не понял с языком-то, с немецким. Все-таки приехать и учиться на незнакомом языке же невозможно. То есть вы откуда-то уже знали немецкий? Да, ну, подучить его можно, то есть если заранее начать готовиться, то тут достаточно такого уровня, довольно невысокого. Я видел людей, которые, ну, двух слов не могли связать, и они все равно поступали. Сейчас я, кстати, отключу тут телефон. А как же они учились-то потом? Книжку читать? Вот это хороший вопрос. Знаете, это в основном у нас были люди, которые лучше всего учились, кстати говоря. Это, значит, люди из Индонезии, из Вьетнама, у них почему-то им сложно давался немецкий. Некоторые очень хорошо говорили, я не говорю, что все. Но почему-то у многих прям были проблемы с произношением. Может быть, они читали хорошо, писали хорошо, но они лучше всех сдавали экзамены. Вот, серьезно, такого среднего балла ни у кого не было, как у них. То есть они хоть в языке не блистали, но зато учились лучше всех. Ну, хорошо. Итак, каким-то образом человек поднабрался немецкого и, значит, думает, все, еду в Германию. Да. И вот насчет немецкого. Это для бакалавриата нужен немецкий, но, допустим, магистр, если хочет человек получать, то часто его на английском тоже преподают. И даже вот у меня в университете, где я учусь, можно на электротехнику поступать. Вот, где я учусь, это electrical engineering, автоматизация. Можно поступать на нее, учась первые два семестра на английском, даже бакалавриат. Все лекции преподаются на английском. То есть и так можно. Но в целом, конечно, надо готовиться к немецкому. Я бы советовал, если все-таки ехать в Германию, ну, было бы полезно знать немецкий. Конечно. Если даже взять в учет все вот эти бумажные работы. Ну, в общем, да, нужно подучить немецкий. Это хорошо бы было бы сдать экзамен. Там есть разные уровни. Это А, Б и так далее. Вот для поступления в университет нужен Б2, по-моему. И тут надо отметить такую вещь, что нельзя сразу после школы российской поступить в университет в Германии. Тут недавно делали изменения в законе. Можно, если ты медалист, по-моему, можно сразу поступить в университет. Если ты не медалист, то идешь сначала в колледж. То, что мы делаем. То есть вот эту вот разницу между 11 и 12 классом добрать. Да, да. Ну, тут еще все сложнее, потому что когда мы поступали, это было 5 лет назад, тогда было 2 года разницы. В Германии учились 13 лет, у нас 13. Поэтому нас попросили сначала отучить из университета в России один год, а потом прийти к нам отучить из 13-й год школы. Это студент колледж называется. И вот этот студент колледж, я бы его советовал всем, на самом деле, пройти, потому что там нужен ниже уровень немецкого. Там хорошая такая школа, на самом деле. Или можно даже обосноваться в Германии вполне себе в таком расслабленном режиме. То есть у тебя не сразу начинаются учебы, и ты еще должен документы оформлять, оформлять себе разрешение на работу. То есть социализацию такую пройти. Да-да-да. То есть это бы я советовал людям. То есть я перепрыгнул, значит, тот момент, как же поступить. Вот значит, насчет обеспечения. Либо нужно иметь 8 тысяч евро в счет закрытый, чтобы доказать государству, что вы не сядете там на социал. А могут дать социал иностранцу вот так? Вот таких случаев я не знаю, но мне кажется, что если человеку приспичат, то ему обязаны будут дать. Я понятия не имею, я никогда таким не интересовался. То есть вместо депортации ему социал? Вот это я не знаю. Сейчас многие заинтересуются, я чувствую. Я не думаю, что вы дадут кому-то социал, на самом деле. Я думаю, просто не подряд визу. Социал, друзья, те, кто не знает слова такого, это как у нас велфер. То есть такое пособие по бедности, которое включает денежку. У вас фудстэмпы есть или просто деньгами дают? Ох, да. Не в курсе. Ладно. Ну, в общем, короче, дают денежку, дают жилье там субсидированное и так далее. В общем, там много всякого добра за счет общества. Не надо. Хорошо. Итак, хотят убедиться, что у тебя есть деньги на учебу. В США то же самое. То есть... Это проблема. Даже не потому, что он на велфер может обратиться, а просто, чтобы не бомжевал тут. Не воровал там и так далее. Значит, то есть фактически должно быть денег на год жизни в Германии. То есть вот эти 8 тысяч, это денег на год евро. Ну, там 10 тысяч долларов. Ну, сейчас может быть 8 с половиной, около 9. Там каждый год они понемногу увеличивают, увеличивают, потому что инфляция есть. А вот такой вопрос. А по ходу дела подработать можно? Вот некоторые сказали бы, у меня может быть там... Ну, вот нет денег вот так, чтобы тратить 10 тысяч в год. Но если, скажем, можно было их там заработать. Конечно, чем я и занимаюсь. Единственное, что нужно заметить, во время колледжа вам нельзя будет работать. Вот это единственный год, когда вам нужно будет иметь именно деньги. Это, конечно, минус колледжа. Вот это учебка, где вы ликвидируете разницу между 11 и 12-13. Я понял. То есть первый год вы просто должны потратить свои деньги. А если вы подрабатываете... А там есть такая вот система, как в США, например, там за наличку подрабатывают, неофициально такое есть? Да, я думаю, есть. Я знаю даже людей... Не, я знаю, что оно есть. Не думаю, я знаю. То есть... Но я не практиковал сам на самом деле. И это даже не имеет особого смысла. Потому что, ну, от этого больше проблем. Я слышал, вот знал таких людей еще по временам, которые таким занимались. У нас даже преподаватели насчет этого говорили. То, что вот у нас такие есть шустрые студенты. Но, знаете, это закон в Германии. Тут все-таки стараются соблюдать. Тут строго... А нет такого, что приехал студент. Надо подработать. Взял аккордеон с собой у него был. И встал на углу. И Катюша там играет. Вот я наблюдал. Это было бы... Это интересный вариант. Но мне кажется, придет налоговый и захочет свою часть. Поговорить с ним захочет. Хорошо. Ладно. Я просто пытаюсь финансовую часть просечь. Ну, вот я могу тут добавить. То есть, с того момента, как человек начинает учиться в университете, особенно это касается инженеров, даже экономисты, можно вполне найти подработку. И именно по специальности. Вот это сила немецкого образовательного процесса. Даже не университеты сами так делают привлекательным образование или учебу в Германии, сколько подработка. Вот я этим начал заниматься. Я с первого семестра начал работать в университете, подрабатывать на профессора. Два семестра этим занимался. И вот с третьего семестра я устроился в компанию, которая производит сенсоры и разное оборудование для автоматизации. В общем, они и занимаются софтвером. Автоматизация каких-то индустриальных процессов? Да, да, да. Там всякие разные приборы, которые помогают автоматизировать процессы или слежка за процессами, визуализация процессов. Хорошо. А что можно заработать? О каких суммах речь идет? Вот эту тысячу евро можно заработать свою? Или там, может быть, больше даже? Даже больше. Вот у меня в этом году я даже превысил, значит, лимит, так сказать, потому что перерабатывал, можно сказать. Можно как студенту работать и зарабатывать, по-моему, 9 тысяч, не платя налоги. Только отнимать. Вот, если ее превысить, эту сумму, то будут налоги уже снимать. Вот я вот эту сумму превысил, и как бы так получилось, да. Существенный налог или так символический? Так, значит, ну, где-то 20, может быть, процентов снимают, но что-то можно вернуть. То есть, в Германии тоже есть какая-то часть населения, может быть, даже значительный процент, который не платит вообще никаких налогов. Да, 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 тут очень это... Я могу потом к этому... У нас просто половина населения не платит, либо по бедности, либо по возрасту. Так, ну, хорошо, ладно. Стараюсь не двигаться, а то у меня скрипящий стул. Ой, да, я потом к этому могу прийти, насчет немецкого социализма. Это одна из таких, не знаю, сторон общества, которое вот меня сподвигло все-таки с моей женой решить конкретно, что лучше все-таки в Америку ехать. То есть, социализм выражается в том, что налоги большие для того, чтобы содержать всех остальных, или в чем? О, ну, во многих вещах на самом деле тут у населения в целом, знаете, такое настроение, что с одной стороны это и хорошо. Я могу понять, что это... На самом деле от этого многие получают какие-то бенефиты, но вот, скажем, если человек много зарабатывает, он навряд ли скажет, что... Я много таких наблюдал, что они не скажут, я не хочу платить налогов, я вот работаю, выкладываюсь, ну, хочу иметь тогда такой уровень жизни, чтобы он был существенно отличающимся от людей, которые меньше работают. Я понял, уравниловка выравнивается сверху, снизу. Скажут наоборот, я готов привносить свой вклад в общество, я готов платить большие налоги, и вот, в общем-то, поэтому правительство тут даже не старается снизить налоги, например. И вот, если у вас есть дети, например, вы ходите в детский садик, и семьи, у которых мало денег, они не будут платить вообще за детский сад. Те, кто больше зарабатывают, те будут больше платить за детский сад. По-моему, даже... Вот насчет этого точно не знаю, чтобы меня там потом не разорвали, но я вот этого слышал. Допустим, если вы живете в каком-то большом апартмент-билдинге, вы получаете хорошую зарплату, вы больше за коммуналку будете платить, чем те, кто меньше зарабатывает. А потом есть такое понятие, как бафёк. Значит, вот это тоже социализм. Во-первых, образование для всех бесплатное, потом... Бафёк? Да, это... можете даже не пытаться перевести, это немецкий юридический язык. Так. Значит, платит государство людям, чтобы они учились. Понимаете? То есть, какая история. Если у вас семья недостаточно зарабатывает, вам государство даёт деньги, чтобы вы проживали, не подрабатывали во время учёбы, чтобы вы полностью были сконцентрированы на учёбе. И, в конце концов, вам нужно будет вернуть только половину от этой суммы, которую вам давали. Это примерно 600, я не знаю, сколько там, в зависимости от доходов семьи, по-моему, там 600-400 евро в месяц даёт на студента. Вот. И, значит, студент до конца этой учёбы своей получает деньги, потом только половину должен вернуть. Или, если он хорошо учился, отлично всё успевал, то он может вообще ничего не возвращать. И вот этого я не понимаю. Как так возможно? То есть, система стимулирования. Это не система обложения кого-то дополнительными налогами, а это система стимулирования тех, кто, допустим, старается, показывает какие-то результаты и так далее. Общество развитое, оно не может себе позволить, чтобы какие-то таланты пропадали. Они нужны. Поэтому им дают какую-то денежку, потому что этот развившийся талант потом принесёт достаточно многое и в социальном смысле, и в экономическом и так далее. Это как бы признак развитости общества и отношения к населению, к своему. Да. Но я вот единственное, конечно, что не понимаю, это всё хорошо, но почему люди, которые хорошо зарабатывают, их дети не могут такое получать? Но здесь, я думаю, это как-то... Вы знаете, если человек бедный, и ему там по бедности дают какой-то бенефит, то человек богатый и понимает, что для того, чтобы его получать, надо быть бедным. Он думает, я не хочу быть лучше, я не буду получать этот бенефит, а лучше пусть они из моих денег возьмут, и чтобы у него там было. Но, во-первых, я не буду бедным. А если бедному не давать что-то, то тогда возникают революции, возникают преступности, возникают такие условия, что надо эмигрировать куда-нибудь. Поэтому, я думаю, в этом есть какая-то своя сермяга. Да. Но всегда есть, понимаете, всегда есть какая-то граница, которая... Она существует в разных местах для людей консервативных и для людей либеральных. Потому что люди либеральные, они склонны проводить границу ответственности в таком месте, когда человек может быть безответственным, просто получать, 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 и это никак не способствует ему интеграции в общество и его продуктивности. Вот, допустим, как нынешняя система американского вэлфера, которая просто разрушила афроамериканскую часть общества. Просто разрушила. До вэлфера все афроамериканцы, все работали. Понимаете, никто их не содержал за просто так. А когда его ввели? Это 66-й год. Это вот уже, слава богу, 50 лет назад. Уже третье поколение живет. Не знаю, что такое на работу ходить. И получается такая история, что они говорят, ну, надо поддержать людей. Оригинальная эта идея была. Ну, вот как у вас там, да, вот поддержать людей. Там тоже вот эти, они такие, большой либерал там был. Вот этот Линдон Джонсон, который после Кеннеди. Вот. И он, и вэлфер, и миграционная реформа на нем, и вот была такая очень либеральная. И медицина по возрасту, медикер, это все было при нем. Он был, кстати, очень-очень популярный президент. Так вот, к чему я говорю, что они сделали систему, а дальше время шло, и люди вдруг нашли способ жизни такой, когда можно не работать. Консервативная, так сказать, часть, она говорит, поддержать может и надо. Но надо поставить такие условия, да, когда это не идет в ущерб обществу. И в ущерб этому человеку, который, мы не хотим его разрушать, мы хотим, наоборот, его поддержать. И дальше они ставят такие условия, что опять получается злоупотребление, только уже в другую сторону. Вот, значит, они могли бы флуктуировать в какой-то разумной зоне, если бы вместе работали так, консервативные, либеральные, как-то они вместе бы вот так вот как-то двигались. Но поскольку либо одни, либо другие, то получается либо одна форма злоупотребления, либо другая. Поэтому так вот. Ну, как я сказал, это некоторым может очень понравиться вот такая социальная система, потому что все-таки в этом что-то есть. Но у меня все-таки взгляд на жизнь немного другой, может быть, это зависит от возраста, и не знаю. Но как-то я посмотрел, что сделал... Конечно, вот я сейчас скажу про Советский Союз, и там социализм, совершенно другой социализм, абсолютно другая система, это понятно. Но мне кажется, что они с очень таким опасным огнем играют, когда захотят все-таки, не знаю, ну, все равно уравнять чересчур. Мне это как-то, не знаю, чуждо. Ну, тот социализм, который мы пережили тогда, он все-таки был основан на принудительном труде. Это был концлагерь, в котором у людей паспортов не было. Вот на моих глазах людям в селах начали выдавать паспорта, аж не было паспортов у них в конце 60-х. То есть 50 лет страна существовала, у них не было паспортов, они не могли уехать, они были прикованы. Вот, и государство было единственным работодателем в стране и так далее, и так далее. От полностью отсутствовали стимулы к материальному какому-то труду эффективному. Поэтому это было общество лагерное, то есть человека можно было заставить работать. Ну, либо он как-то существовал вне материального мира и работал просто потому, что любит работать. Есть такие люди тоже, они были, их ненавидели. Потому что они своим трудом доказывали коммунистическую концепцию, что дело не в материальных стимулах, а дело в том, что ты хороший человек или плохой. Или ты любишь родину, или ты не любишь. А материальные стимулы не нужны. Соответственно, производительность была нулевая. Соответственно, недра страны оттуда доставали там, что могли достать. И все это уходило куда-то в воздух, отравляло атмосферу, реки, грунт и так далее. И не было ни жилья, ни товаров, ни покушать. Ничего не было. Но это все-таки строилось на том, что общество было феодальным, а не капиталистическим, не социалистическим. В том смысле, как вы скажем, Германия. И это было тоталитарное общество. И все держалось на принуждении. Поэтому, скажем, немецкий социализм имеет механизмы саморегуляции. То есть, он может двинуться в одну сторону или в другую. Одна партия пришла или другая партия пришла. Или там что-то произошло, и политики вынуждены считаться. Там же они не были вынуждены считаться. Поэтому... Вот насчет саморегуляции, кстати, это тоже интересный такой вопрос. Я не знаю, вот все-таки многих людей тоже же подбуждает это уехать. Например, с врачами тут нехватка ощущается. Многие уехали из этого в Швейцарию или в Соединенные Штаты. Я читаю тоже новости по этому поводу. Есть такие места, я не говорю про большие города, где все-таки... Ну, нет, не ощущаются подобные вещи. Но есть деревни, есть места, где все-таки врачей хотелось бы иметь побольше. И все-таки надо постоянно освидеть на больших очередях. Если хочешь, допустим, пойти сердце проверить или еще что-то сделать, то тут, конечно... То есть есть такое? Да, да, да. Хорошо. Давайте мы возвращаемся к вопросу о методичке, который вы там сочинили. Я просто вас спросил, вы мне не ответили, есть ли такое место, где это можно прочесть, например. Или где-то вы, может быть, рассказываете. Или в Фейсбуке у вас есть страничка, или, может быть, канал на Ютубе. Или где-то есть место, кроме того, что вы мне сейчас рассказываете. Где-то есть место? К сожалению, нет. Я этим не занимался. У меня канала на Ютубе нет. Вообще, я говорю, что на самом деле сегодня очень много источников. Даже когда я уезжал, у нас было много источников в интернете, где можно было поподробнее почитать. Я думал сегодня рассказать именно про самые основы, чтобы люди... Давайте, давайте, конечно. Все, перестаем отвлекаться. Отдвигаемся. Ну, потому что важно видеть место частного разговора на большой картинке. Поэтому мы так место определили. Все, пошли в частный разговор. Что у нас там? Значит, мы остановились, по-моему, на вот как раз как же попасть в ФРГ, на учебу. Я тогда начал говорить про вот эти 8 тысяч. Можно еще доверенность, если у вас есть друзья или родственники. То есть, то, что они вам говорят, мы за вас платить будем. Это не обязательно они должны это делать. Ну, конечно же, это будет нарушение закона, если вы понимаете. И стипендия тоже есть такой вариант. Вот стипендию, например, поехать сюда. Есть такая организация, DAAD. Если бы на латинице писать. Deutsche что-нибудь. Обмен... Немецкое агентство обменов... Я уже не помню, я забыл. Хорошо. Вот. И они, допустим, по стипендиям тоже могут проконсультировать. На бакалавриат сложно найти стипендию. У меня даже есть одна смешная история на этот счет. У меня, значит, был первый-второй семестр. Я очень хорошие оценки получил. Все, значит, как самый, не знаю, прилежный студент себя вел. У меня было абсолютно все, что нужно получить для стипендии. И меня вызывают в деканат. Мой декан мне говорит, так, Маторин, ага, у вас хорошая успеваемость, у вас, может быть, там еще что-то есть, расскажите про себя. Ну, я начал про свою историю рассказывать. У меня там, на самом деле, кейс такой уже набежал на стипендию. Мне говорят, ну все, я вам напишу теперь рекомендательное письмо. Есть у нас одна такая стипендия, называется стипендия немецкого народа. То есть вы не должны относиться к немецкому народу, это просто надо так называть. Ну и, в общем, написали на меня рекомендацию. Представление такое, да. Да, пришло от меня, мне оттуда письмо. Говорят, вот, вас порекомендовали от университета подавать свои документы. Я им звоню, а я могу подать на вашу стипендию? Я-то иностранец. Они говорят, а, ну тогда вы должны там быть в магистратуре или еще что-то. Я к тому говорю, что если вы хотите получить стипендию в Германии, то, скорее всего, получится это сделать только в магистратуре. Есть небольшие стипендии. Я вот одну стипендию успел получить. Она буквально на 1000 евро. Один раз мне выплатили. Это местная такая стипендия у нас тут на пятачке. Выдается от средних компаний, таких среднеразмерных компаний. Вот. И она еще даже распространяется на иностранных студентов. Есть еще одна стипендия. Называется Deutschlandstipendium. Ее дают также иностранцам. Вот. А все остальное можете забыть. Все. То есть ждите магистратуры. Поэтому на это надо... Ну, можно сразу в магистратуру, да? То есть человек получил там бакалавр где-нибудь в том же Новосибирске, а в магистратуру поехал, и ему уже стипендии у него, и там, и все дела. Вот вы мне вот что объясните. Значит, вот живет человек. Ну, хорошо, он планирует, он думает, он информацию собирает, и так далее. Но вот он... Допустим, если вы хотите в американский университет приехать, вы пишете туда письмо. Они говорят, вот, хорошо, мы тебя берем. Вот тебе там что-то. И ты с этим что-то идешь в посольство, получаешь визу, они смотрят, что у тебя есть деньги, там, и так далее, и так далее. То есть, каким образом происходит, вот, грубо говоря, зачисление студента? Откуда это берется? Или вы пишете в 10 разных, потом смотрите, куда взяли, и как это происходит? Да, там, значит, подаются документы. Во-первых, у нас был особый такой случай, потому что мы в колледже учились, да? Это немного отличается от того, если вы учитесь, допустим, на сегодняшний день заканчиваете либо школу с медалью в России, или один год отучились в университете в России. Вы подаете уже от России, вы должны подать документы, подтверждающие, что вот у вас такие, да, есть медаль, или у вас есть один год от университета в России, вы должны подтвердить вот это, показать там свои оценки, показать счет, должны открыть страховку. То есть, ну, вот такой, знаете, стандартный набор документов, также мотивационное письмо надо написать, почему именно вот этот университет. Вот эту всю информацию, на самом деле, можно подробно найти, там много людей про это пишут, рассказывают. То есть, суть заключается именно в каком-то минимальном наборе документов. Вот это и есть, значит, либо медаль, либо один год. Вот уточнить хочу. Когда вы поступаете в колледж, а это как бы подготовительное отделение фактически, да, вот такое. Вы поступаете в подготовительное отделение вот этого колледжа, или вы поступаете в некоторое учебное заведение, которое для всех колледжей является подготовительным? Да, это хороший вопрос. Для всех университетов. Можно поступать во все университеты, но университеты Германии, они на два вида разделяются. Грубо говоря, университеты, которые более теоретические, такие классические университеты. И что-то наподобие, не знаю, институтов в России, где больше на практику. Прикладные. Прикладную, вот. И значит, есть такие колледжи. Это не как у колледжа в Америке, университет. Это, не знаю, школа подготовительная. И значит, есть, которые находятся при классических университетах. После этих колледжей вы можете в любые университеты поступать. Я в таком учился, например. А есть колледжи, которые при университетах прикладных наук находятся. И после них можно только в университеты прикладных наук поступать. Да, то есть, есть такое вот различие. Хорошо. То есть, фактически, когда вы ехали поступать в этот колледж, вы, может быть, еще не знали, где потом учиться будете, да, в каком университете? Или уже все-таки знали? Да, да, да. Да, то есть, поступление в колледж и университет из России примерно одно и то же. Я поступал просто в колледж. А вот уже из колледжа, ну, там единственное добавилось, наверное, мой аттестат из колледжа. Вот это то, что меня разнило с людьми из России. Я не знал тогда, когда поступал в колледж, куда я поступлю, в какой университет, да, я уже знал. То есть, в этом есть элемент удобства. То есть, ты приезжаешь, ты пока делом занят неизбежным, то есть, ликвидируешь вот этот вот разрыв. А в то же время ты видишь людей, ты можешь на месте сориентироваться, ты можешь увидеть то, чего ты не увидишь в интернете или там в чужих рассказах и так далее. То есть, в этом есть как бы сермяк своя, то есть, как бы такой хороший путь. Да, да. У меня, на самом деле, этот год очень хорошо прошел. Это, можно сказать, лучший год моей жизни был. Там у нас, не знаю, на самом деле было достаточно много времени. Я занимался волонтерством, вот этими языками занимался. И, кстати, волонтерство очень хорошо для стипендий. Если кто вот на стипендию намечает путь, так вам скажу, давайте в колледж идите, там у вас будет все спокойно, и вы можете осведомиться насчет всей вот этой образовательной системы в Германии, а также сделать, допустим, какие-нибудь волонтерские программы. Итак, значит, возвращаемся к заинтересованным молодым людям. Значит, они про немецкий язык они поняли, про десять тысяч на счету они поняли. Восемь. Восемь. Есть какой-то... Я в доллары просто уже пересчитал. Да, да. Значит, есть какой-то единый источник, вот какой-то один сайт, куда надо пойти, например, и там выполнять какую-нибудь инструкцию. Делай раз, делай два. Или нужно собирать там из ста разных мест. У меня как раз было так, что я собирал из ста разных мест. Но я сделал, знаете, какую методичку для своей подруги, которая с нами ехала из России, описал, как этот точно путь проходить. Но вот этому документу уже пять лет с тех пор, как мы уехали, уже устарело, может быть, что-то. Я вот говорю, раньше учились 13 лет в школах в Германии, а сейчас 12. Поэтому можете один год отбавить себе. Можете, допустим, сразу после школы российской ехать в колледж. Так где методичка-то? Я могу скинуть, мне не жалко. Я могу скинуть там таким изложенным фривольным языком. Не, ну, конечно, послушайте, вы ее забросьте куда-нибудь, я даже не знаю, сейчас думаю, это файл все-таки. Ну, можете мне отдать файл, и я файл, я повешиваю себя на сайте, дам на него ссылку, например, или держите у себя. Ну, все-таки обидно так вот слушать, что есть методичка, и... Это я ее сам составил. Это, конечно, но хочется же уже посмотреть, так вот, человек, который интересуется, он скажет, смотри, кто-то рылся там по ста местам, сделал методичку, по этой методичке люди уже идут, и что же я теперь не могу ее получить? Да, ну, я могу только одно заметить. Возможно, уже кто-то этой в интернете изложил все очень доступно. Ну, это возможно, да, возможно. Хорошо. Да. Так, вот вы там сочинили какой-то такой путь себе, да, вот вы какие-то, что там, ноутс или там заметки написали. Ну, давайте ваши заметки. Да, давайте, значит, я пробегусь. В общем, у меня такое вот, значит, тут описание, почему FRG вообще, почему здесь учиться хорошо. Ну, для меня это было двух приключений, то есть я хотел поехать куда-нибудь за границу, это была интересная возможность набраться жизненного опыта. Вот у нас друг, который со мной приехал, у него отец нам всегда говорил, то, что тоже интересный человек, у него интересная жизнь, он нам рассказывал, что каждый мужчина должен пройти две школы жизни, это либо армия, либо тюрьма. Но мы, недолго думая, решили, пойдем мы лучше в эмиграцию, и там попыкуется. Да, тоже школа жести, да. Да, ну, в общем, такая история. Потом здесь сильная инженерка, да, то есть если человек хочет поступить на инженерию, ну, также медицина, например. В общем, образование считается хорошим. Потом обучение для всех бесплатно, ничего Германия не требует, но самое интересное, что если вы здесь остаетесь, с налогами, то есть за один год уже успеете обучить полностью свое обучение. Вот. Что-то там, что-то там. Что-то у меня звук пропадает немножко. Да, тут я просто слышу что-то это. Это у меня тут супруга что-то такое делает. Светик, может быть мы... Свет, просто у нас тут утречко, и жена готовит завтрак, и она что-то там такое... Там электрическим прибором. Да, Света, тебе привет. Свет, она не слышит меня. Давай, может быть, как-то... Потому что звук идет и гасит мой звук на микрофоне. Я просто не могу потом говорить. Ну, я извиняюсь. Что страшного? Мы 10 минут... Давайте за 10 минут уложимся, а то мы останемся голодными. Ага, ну хорошо, значит... Вот, про возможность остаться я рассказал. Потом, что у нас идет... Про то, как можно поступить. Значит, медалист можно сразу в университет, или 11 классов без медали в колледж. Вот. Колледж советую всем ехать, но будет разница языка, конечно. В колледж можно с B1 поступить с языком, а в университет, по-моему, с B2. Некоторые C1, это тоже от специальностей зависит. Советую всем глядеть на сроки подачи, потому что в Германии, кстати, можно подавать в университет на учебу либо зимой, либо летом. То есть, можно начать... Два раза в год можно начать. Да, да, да. Не взять на 1 сентября, а можно в сентябре, а можно там в январе. Да. В США то же самое, да. И советую выбирать, помимо университета, тоже город. Потому что все-таки университеты в Германии, они так сильно не отличаются друг от друга. То есть, особенно бакалавриат. То есть, куда бы вы ни поступили, примерно один и тот же уровень образования будет. Если, конечно, вы совсем какой-нибудь университет, малоизвестный, не поступите. Примерно один и тот же уровень. Поэтому смотрите на город, чтобы там была более-менее хорошая инфраструктура и индустрия, где можно поработать, и чтобы цены недорогие были. Вот я так выбирал город, оказался в Манхайме, который не очень дорогой и находится в таком пятачке, где и индустрия есть, и работа. В разных сферах просто присутствует. Ну, то есть, такой совет. Учеба в Германии очень свободная. Знаете, тут кому-то это может понравиться, кому-то наоборот. Вот мне, например, иногда такое ощущение приходит, что я как будто в онлайн-курс делаю. Приходишь в университет, отслушал лекции, можешь идти домой. И некоторые люди даже не ходят в университет, никогда приходят только экзамен сдавать, вот только в конце семестра. То есть, вас никто не заставит ходить в университет. Домашки в основном обычно не бывают. Иногда бывают какие-то лабораторные работы, может быть, семинары бывают. Но это очень редкие случаи, поэтому, да, могу сказать, что учеба очень свободная. Можете пенять только на... То есть, они не пытаются сделать какую-то дисциплину, чтобы ходил там на занятия? Нет, нет, такого вообще нету. Интересно. Ну, хорошо. А вот с точки зрения отсева, там есть вот отсев, вот вы учились там несколько лет, отсеивается народ? Ну вот, это я тоже хотел рассказать. Значит, начинали мы 80 человек. Тут надо заметить, что много людей просто меняли, допустим, специальности, посреди семестра уходили. Но вот, допустим, начало нас 80, может, 90 в первом семестре, во втором у нас 20 было. В третьем семестре я один уже сидел на лекции с преподавателем, на одной лекции. То есть, не то, что я один был уже на курсе, просто бывает у нас две специальности, это энергетики и автоматизация, вот как я учусь, это роботехника, компьютерная техника и так далее. Вот, и значит, была у нас такая лекция именно для автоматизаторов, а нас меньше было. И я там иногда один сидел с преподавателем, иногда были люди со старших курсов, которые повторяли этот предмет, заходили, но вот иногда я просто сидел один, да. То есть, преподаватель мог прийти, а там вообще никого нет? Вот если бы не пришли, он бы посмотрел, никого нет, и пошел бы на кафедру там сидел. Да, да, вот такое есть. Ну, в итоге нас сейчас от 890 человек, я не знаю, ну, боюсь соврать, может быть, человек 8. 8? То есть, остальные-то где? Ну, хорошо, кто-то поменял там профиль, а остальные, или вообще ушли куда-то? Многие, вот, тут надо заметить, что многие, допустим, учатся намного больше, чем предположено, в самом начале. То есть, больше времени занимает завершить курс. Да, да, да. Вот с этим, кстати, еще проблема, то, что сложно вообще с людьми как-то познакомиться. Ты с одним человеком уже начал дружить, а он уже в следующий семестр либо вылетел, либо он повторяет полностью семестр, то есть, я не знаю, я вот единственный на моем курсе, кто шел, 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 и в итоге, не знаю, то никого не осталось. Я вспомнил вашу мысль о том, что дают федеральные стипендии, значит, то есть, он может так вот ходить туда-сюда, вообще всю жизнь можно учиться. А нет, там нет, там с седьмого семестров, там вот, когда есть такое понятие, значит, как это на русском сказать, определенная продолжительность учебы, значит, вот сказали вам, 7 семестров должно продлиться ваш бакалавр, до седьмого семестра мы вам платим вот эти вот бафек, вот этот вот, значит, социал, после этого меняйте на себя, делайте, что хотите. То есть, есть какие-то ограничения, хорошо. Ну, так понял, значит, с городом хорошо. А вот если бы вы, допустим, не были в этом, в этом Манхайме, вот, какие там, допустим, еще парочку назовите, которые, может быть, вы там бывали, и вы там, вам понравилось, и вы думаете, там вот тоже было бы неплохо, если не Манхайме. Вы знаете, Берлин, если бы я в Германии оставался, я бы только в Берлин, бы только когти ворвал, потому что город многонациональный, такой красочный, там люди, не знаю, другие, мне кажется, все-таки, хотя я там не жил, прям, долгое время, но я от своих друзей слышал и тогда. Я слышал, что, я не знаю, правда, не правда, но вот я слышал такое, что в Берлине 300 тысяч русскоязычных, там много русской речи? Да, тут везде много русской речи, там же приехала волна эмиграции, была немецкая и еврейская, в основном, что-то в Германии, и, конечно, они, многие так, и внутри своих комьюнити, так сказать, и остались, да, и русская речь слышна, да, ну, Берлин, там не только русскоязычных, много там вообще со всего мира, мне кажется, но вот это то, что бы я посоветовал, именно для жизни, для работы, я не могу сказать насчет Берлина, хотя это столица, там много стартапов сейчас открывается, как, насколько я знаю, конечно, не сравнится там с Нью-Йорком или Сан-Франциско, но по немецким меркам много стартапов, например. Ну, то есть тенденция есть такая, пошло в рост, хорошо, да. Да, я еще рассматривал на те времена город Регенсбург, там немного похуже университет, но там тоже есть, значит, по-моему, Стименс, АББ, это такие компании, которые железяшные, я в итоге закончил мыслью, то, что я вообще не железячник и хочу все-таки софтвером заниматься, но если бы вот я сейчас себе бы говорил электротехнику, то вот туда можно ехать. Да, потом... Для Америки у вас хорошая очень специальность, вот это дело, эти люди получают больше, чем софтверщики. А потому что на софтвер, понимаете, на софтвер мы видим полно пацанов, там смотришь, там 18-19 лет, а он уже там по 100 тысяч получает. То есть там можно как бы поднять профессию без того, чтобы сильно углубляться в физику, там куда-то вот, то что в сайенс, вот это вот. А в электрикоинжиниринг так нельзя, ты реально должен отучиться там свои лет 5, вот, и потом еще поработать немножко, и чтобы так в сок войти, туда быстро не заскочишь, то есть получается так, что стоимость производства этого специалиста для общества, она гораздо выше. Да, да. Поэтому так. Ну вот у меня просто привязанность к Нью-Йорку, потому что у меня жена, она там будет работать, скорее всего. У нее специальность такая, что она не может выбрать, как я, любую точку США, где более-менее можно на работу устроиться. А что за специальность? История искусств, но она уже PHD делает. Ну, сделав PHD, она может абсолютно на любом университете, там, например, преподавать. Ну да, ну видите, у нее, как бы я ее тоже поддерживаю, я хочу в Нью-Йорке работать, и... В Нью-Йорке, в Нью-Йорке есть работа, о чем речь? Ну там, понимаете, это там Сименсу негде расклад свой, не знаю, или не Сименсу, ладно, там, Роквелл, или кто у вас в Америке производит автоматически... Ну, есть разработка же, то есть разработчикам же не нужен завод вот в соседней двери, то есть они могут там в своей лаборатории, там, может быть, не в самом Нью-Йорке, но в ближайших пригородах, там очень много этого. Ну да, ну вот я все-таки, посмотрев ваш канал, я сейчас, например, дипломную работу пишу на автоматическое тестирование, я делаю целую систему, пишу на C++, и, в общем, там надо мне сюда вот углубиться сейчас, мне так нравится, я посмотрел, какая все-таки эта специальность разносторонняя, там, в общем, можно и расти в техническом плане, и как менеджер, да, в управлении... Ну, в общем... Конечно, конечно. Больше того, если у вас еще языки знаете, вы можете работать в международных компаниях, вы можете, как бы, так сказать, по миру куролезть, и это, как бы, очень здорово. То есть языки, языки открывают, особенно на уровне вот менеджмента, или там международного сотрудничества, открывают очень много дорог. Тем более, вы еще молодой совсем, что же там. Я вот, кстати, хотел сказать, вот это вот плюс Германии, то, что тут, ну, это я сказал про учебу, то, что тут может кому-то понравиться, может кому-то не понравиться такой стиль, но, допустим, здесь реально фирмы готовы брать людей и учить их, работать с ними, студентов, я имею в виду, как-то их в курс дела вводить. Вот у меня так было, да? Я тогда, когда начинал, думал, что мне делать, либо софтвер, либо еще что-то. И на практически семестр полгода я пошел имбеддед систем делать проект. Значит, мне дали такое задание сделать прототип такой схемы, которая бы ловила сигнал световой, как минимум 15 микросекунд он должен был мигать. И у меня должно это было в микроконтроллере вот этот сигнал обработаться, значит, выдать какое-то значение. Ну, в общем, вот такой проект. И я тогда с этим железом сидел, сидел, я думал, господи, эти усилители, это все. Там люди, которые разбираются, они хоп-хоп-хоп понабрали, что нужно, что-то мне там подсказали. А выудить у них эту информацию, ну, невозможно. Они прям не делятся. Ну, как-то даже, ну, вот только единственное мой, как это называется, по-русски, а, ментор, вот. Ну, это уже англоязычное, да. И, в общем, он мне помогал, но все равно как-то, не знаю, вот я занимался этим проектом с железяками, у меня вообще плохо шло, потому что надо было дата-шит смотреть постоянно, мне это как-то и вроде нравилось, и я смотрел на остелоскопе, там, какие сигналы показываются, что там происходит, но вот именно с железяками у меня так сильно не шло. А как вот я начал программировать микроконтроллер, как начал писать софтвер на нем, носи, так у меня сразу пошло дело быстренько. А я-то как раз железячник сам. Это меня потом уже занесло вот в мир софтвера. А вот вы когда рассказываете там про Эмбеда, там я прямо расплывается. Ну, хорошо, ладно, значит, я чувствую, у вас там впереди еще большие приключения, то есть то, что с вами произошло, это только самое начало, вы в такой зачаточной стадии больших приключений. Давайте вот что скажем. Я тогда от имени наших зрителей я вас поблагодарю за, так сказать, то, что вы хотели поделиться. И я выражу уверенность в том, что мы с вами еще встретимся. И бедсе вашей передавайте привет, я чувствую, что там девушка непростая, серьезными вещами занимается. Она по-русски может? Вот, так она и по-русски, и по-немецки. Она же искала такого человека, который по-русски не любит. Так вы с ней на каком языке? На английском в основном. Она любит все-таки, она меня постоянно просит, давай на русском, на русском, ну, как-то переходит само по себе на английский. Но вообще на немецком тоже она любит говорить, у нее все-таки там отец из западной Германии. Ну вот, на счет, да, спасибо, что меня тоже позвали. Я, если будет возможность, если многое будет вопросов у людей, я, в принципе, вот эту всю заготовку тут не рассказал, у меня тут были еще интересные моменты, так что, если будут вопросы, я, может быть, дорасскажу. Ну, пусть ребята вам пишут прямо в комментариях, так, и мы тогда посмотрим. Я вот просто думаю, где взять вашу методичку. Ну, хорошо, давайте сделаем так. Будем тогда пользоваться естественным отбором, значит, вот кто сможет найти материал, тот пусть едет в Германию, а кто не сможет, тогда, может, ему и не надо. Я даже не знаю, так можно сказать, на грустной ноте. Да, тут на самом деле материала очень много, просто я тогда этим загорелся так сильно, все прочитал, и, то есть, в голове улеглось, поэтому, если люди заинтересуются, там очень много, на самом деле, материалов. отлично, не будем их лимитировать материалом пятилетней давности, пусть идут, разбираются по свеженькому. Да. Хорошо, давайте мы так рукой помашем всем нашим зрителям, скажем, счастливо, ребята, и успехов. Да, успехов, хорошего поступления в Германию. Спасибо.